всем привет вы на канале Даня и Ваня сегодня мы будем готовить готовить мы будем макароны или вермишель возьмем вермишель берем воду включаем ставим на кастрюльку включаем газ закипятили берем макароны кидаем хорошо перемешиваем если макароны слишком мелкие то тогда мы долго не варим добавили еще макароны перемешали хорошо макароны периодически мешать это делается для того чтобы они не подгорали на дно кастрюльки периодически мешаем как закипят они три минуты хватит и выключаем и оставляем потом минуты чтобы они прокипели в кипяченой воде так теперь мы берем соль хватит так чуть-чуть перемешаем это все буду желательно пробовать так соленая нормально теперь берем лук чистим лук лук мы чистим для чего для того чтобы макароны когда сварятся их перемешать жареным луком маслица и это очень вкусно но у нас стоит диалема взять или масло или взять вот же попробуем сделать на жире жир свиной вообще это сама милая вещь потому что масло кидаем все подряд чем натуральные тем лучше вот закипело все убираем и отставляем как я говорил чтоб он сам дошел макароны дуршлаг вот протрусим чтобы вода хорошо сошла и обратно сюда засовываем в кастрюльку положили обратно макарону или вермиши существует способа когда мы только влезли в дуршлаг вели можно ее под водой промыть хорошо как лист он будет рассыпчатый тогда не будет прилипать в нем макароны друг другу есть второй вариант просто оставить так есть два варианта поэтому попробуйте макароны очень удобно готовить это быстро во первых периодически тоже макароны подушек чтобы они друг другом не слипались нормальный вот размешали тоже обалденный кстати жир такой можно сделать и самому не обязательно если вас если вы покупали или жирное мясо с него же взяли перетопили или же может если утки там любители утки вот ее или курицу в духовке стекает такая жидкость нее эту жидкость потом отдельно в баночку слили поставили потом в холодильник она загустела и во вторых ужас это уже это видео чего вы готовите даже если это не домашние хотя можно и домашние опять же все зависит от того чем они и кормили у каждого есть возможность держать самому приусадебное хозяйство так что такое макароны это очень быстро как я сказал очень хорошо периодически кстати если хлеба нет допустим дома то любители с хлебом есть хотя некоторые макароны едят с хлебом вот при этом также можно взять майонез допустим смешать майонезом их перемешать тоже хорошо майонез можно брать не сильно жирный потому что чем жирнее майонез жирность тем он потом допустим 67 процентов он тогда плохо останется в нем горячим тоже нельзя бросать майонез потому что он потом питательные свойства теряет удобство макароначье преимущество в том что за 10 минут все готово как я говорил можно с луком можно взять сало куски сало пожарить тогда жирный нужен будет или масло готовить сало поджарить потому что это тоже очень вкусно многие любят сало добавить туда же и все так еще одна минута и лук будет полностью готово золотистая корочка хотя некоторые кто любит чтобы лук хрустел на зубах тут держат больше можно вообще блин чтобы он немного постоял делаем паузу прошла минута засыпаем сюда полностью и теперь тщательно перемешиваем жира должно быть не сильно мало что он пропитался макароны полностью вот много тоже макарон у меня много то как семья большая на 4 человека это при нормальном аппетите это за один раз поедиться пояса все перемешали стадии если кто быстро торопится потом то может не выключать газ а сразу же взять яйцо поджарить сковороде пока за это время остывает нет тогда можно колбасу мясо готовое вот и все макароны у нас готового это быстро и полезно очень вкусно вот так что вы были на канале дань и ваня подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех новостей у нас разная тематика не только кушать готовим так что смотрите наш канал ставьте лайки пальцы вверх вот всем приятного аппетита готовьте с нами с удовольствием всем пока вот такой в готовом виде она выглядит вот так что ну вот добавляем колбаски или мясо и очень хорошо так что всем пока